Украине, привет всем от Болонского. Рашисты очень сильно надеялись на то, что после ухода премьера Сунака, после ухода консерватора в Великобритании, лейбористы не будут так уж заинтересованы в помощи Украине. То есть, что они на это делают? Ну как, не то что забьют, но будут с меньшим рвением ее оказывать. Ну, как говорится, нашла коса на камень, не получилось ничего. Первый же визит, первый же, вздумайтесь, первый же визит новоиспеченного министра обороны Великобритании Гиле оказался в Украину. Он уже встречался с Зеленским. Представляете, они всего у власти, сколько там, 48 часов, да? А он уже в Украине. Это вообще, да, вот скорострельность сумасшедшая. И заявил о предоставлении нового и очень значительного пакета военной помощи. Там и сотни тысяч этих самых, скажите мне, снарядов 50-го калибра. Ну, это снаряды для мелкокалиберных пушек, которые устанавливаются на наших БМП. Это и новые 10 САУ, 155 миллиметров, АЭС-90, английские САУ. Это и 50 военных катеров для нашей десантуры, для нашего спецназа. Это 60 сменных стволов для артиллерии и куча, скажем так, запчастей для нашей артиллерии. Потому что мы все прекрасно знаем, что такое сменные стволы. Мы прекрасно знаем, что такое износ орудий и так далее, и так далее. Соответственно, пушки самоходные, несамоходные постоянно требуют ремонта. Вот это все было предоставлено. И, скажем так, так далее, и так далее, и так далее. То есть, а, 90 ракет Бримстоун, это противотанковые ракеты. 61 бульдозер для рытья копов. То есть, ну, реально большой. Там большой пакет военной помощи. То есть, он не приехал с пустыми руками. Знаете, мог бы приехать сказать просто, да, ребята, я просто приехал выразить солидарность Украине, засвидетельствовать свою поддержку, как и с вашей стране. Нет, он вполне себе конкретно привез с собой военную помощь. Ну, особенно катера интересуются всегда в первую очередь, потому что англичане спецы в этом. Море их стихия. И, как говорится, наш спецназ, это вещи, которые нам нужны. То есть, привез кучу оружия с собой, кучу боеприпасов. И, знаете, самая главная уверенность в том, что вот это вот утверждение рашистов о том, что лейбористы хоть на йоту будут меньше помогать и участвовать в судьбе Украины, чем консерваторы, оказалось полной ерундой, полным блефом. Первый же визит в Украину, помощь уже идет. И лейбористы оказались, не хочу сказать, гораздо круче консерваторов. Но, скажем так, на очень хорошем уровне. Все будет Украина.